Чема большевизма Кто жил в те времена, тот никакого особого счастья в сравнении с нынешними временами не видал. Может быть, было немножко спокойнее, но рабство было ровно то же самое. Олигархия была такая же, только коммунистическая, морочила голову нам разными псевдонравственными учениями в подмену истинного нравственного учения Христа. И разница между тем и этим режимом только в том, что этот ничтожнее. А тот был не менее подл, чем этот. То есть по уровню подлости тут этот режим, можно сказать, сравнялись уже. Где-то вот 30-е годы наступили сейчас с поправкой на то, что массовые репрессии просто уже невозможно производить так, как раньше. Ну, потому что не останется просто никого и работать на олигархии будет некому. Мы, сравнивая Российскую империю, СССР и современную Эрефию, прекрасно можем видеть демографическую катастрофу, если русский народ начало 20-го века встречал третьим по численности в мире после очень разнородных китайцев, очень разнородных индусов или индийцев, как правильнее говорить, жителей Индии. И в сравнении с ними этот народ был куда культурнее, куда развитее, значительно более зажиточным он встречал 20-й век. И перспективы были огромные, по 10-12 детей в семье. Когда нам рассказывают, один придурок тут распространяет информацию о том, что якобы средняя продолжительная жизнь была 30 лет, Российская империя – это ложь, подлая ложь, потому что, если бы так, то тогда все дети в таких семьях, все семьи были сверхмногодетными в сравнении с нынешними временами, были бы беспризорниками, и это была бы страна беспризорников. Что же было жать-то? Понятно, как эти подлые расчеты делаются. Понятно, что люди, дожившие до 10-летнего возраста, жили не меньше, чем нынешние люди, дожившие до 10-летнего возраста. За столетия, наверное, фармакология, медицина продвинулись далеко вперед, детская смертность резко уменьшилась. Но нельзя средняя по больницам рассчитывать. Есть детская смертность, она была достаточно высокой. Ну, скажем, из 10-ти рожденных детей трое умирали до 10 лет. Остальные-то вырастали. То есть речь идет не о том, сколько в среднем жили, вот эта вот хитрость такая, да, давайте мы умерших в раннем возрасте объединим с теми, кто там дожил до столетия и выведем среднюю. Это подлый расчет, это обычная коммунистическая подлость. Вот не привязываться никак ко времени, обстоятельствам. Главный показатель – это рост численности населения. Рост численности населения в 19-м и в начале 20-го века был фантастический. И поэтому расчеты Менделеева, полмиллиарда к середине или уже там ближе к последней трети 20-го века, крупнейшее государство, густо заселенное, при такой численности, несомненно, освоение Сибири, Дальнего Востока, Северов, с чем не справилась советская власть, а не справилась, потому что просто народу не было. Просто народу нет, некому переселяться. Российская империя предполагала мощнейшую переселенческую программу заселения Сибири и Дальнего Востока. Это была программа, которая позволяла избавиться от малоземель и всей стране стать зажиточной. Это могло произойти, но большевики не дали. Демографическая ситуация в межвоенный период – катастрофа, потому что голод, террор, террор, голод. Это не прекращалось. Хотя рождаемость вроде бы, пока нет войны, испытала определенный всплеск, но даже точно установить невозможно, какая же там была рождаемость, потому что вся статистика смешалась, и никто правду о своей собственной стране не заинтересован был объявлять. Настолько колоссальные жертвы, а потом еще жертвы войны, которые тоже надо было скрыть. Катастрофический порядок военного управления и в целом управления хозяйством во время войны. Скрыт, ну скажем, голод во время войны. Кто исследовал этот вопрос? Сколько людей умерло от голода во время войны? Да, немцы виноваты, они напали из-за них там и так далее. А вы-то сами где были? А вы сами допустили немцев до Волги, до Москвы. Вы умертвили полтора миллиона жителей, умерших от голода в Ленинграде. Не вы, это кто-то другой. А, это все немцы оказываются виноваты. То есть то, что вы не кормили свой собственный народ, это все немцы, все немцы виноваты. А то, что вы обещали воевать на территории противника, а оказалось, что воевали практически всю войну на собственной территории, которая разорена была в дым, как раз там, где в основном жили русские люди, разорена в дым и обезлюжена. Поэтому еще и после войны, после военной голод, еще там полтора миллиона человек от голода и болезней, связанных с недоеданием, умерло. Это тоже, это за скобки вывели и забыли. И дальше вроде бы всплеск рождаемости, послевоенные, отложенные браки, отложенные рождения, и вышли на какой-то уровень более или менее нормальный, там по три ребенка в семье, это не было чем-то чудесным, но очень быстро, уже к началу 60-х годов, демографический кризис был, никто о нем не объявлял. Численность населения растет, ну и сейчас тоже вот эта коммунистическая шайка, я бы сказал, пропагандистов, этих бредологов нам начинает рассказывать. Ну смотрите, какая численность, а то, что страна начала стареть. Вся ваша численность, это только современная медицина обеспечила. Все, вы стали дольше жить, а рождаемость-то упала. Рождаемость упала уже в 60-х годах. Уже с этого момента ваш коммунистический догмат начал объявлять людям, что вам не нужно рождаемость, зачем вам рождаемость, ни к чему это, поживите для себя. Это рассказывали всякие байки о том, какую нравственную модель жизни воспитывали коммунисты. Вот они такую модель воспитывали. Поживи для себя, зачем тебе дети? Оттуда вот этот Чайлд Фриле, оттуда пошло. Не сейчас родилось. И с 60-х годов все начало загибаться, загибаться, загибаться. Последний, более или менее нормальный уровень, еще не абсолютной катастрофы, но уже подходили к этому, что рождаемость исчерпывается. Это Горбачевские законы против пьянства и алкоголизма. Единственное, что он сделал правильно, за что его все клянут и тогда проклинали, но это единственное, что он сделал правильно, это был последний всплеск рождаемости, прежде всего, русского народа. А потом катастрофа. А потом катастрофа, потому что мурло, вот это вот коммунистическое, вылезло наружу, потому что обогащайтесь, да, это как бухаринский еще лозунг, обогащайтесь, да, новая экономическая политика, обогащайтесь, давайте, вот она новая экономическая политика. Вообще без детей обойдемся Если ущерб от революции, гражданской войны Это минимум демографические потери Я подчеркиваю, это не количество убитых А демографические потери в целом Это больше 20 миллионов Если потери в Великой Отечественной войне Вместе с демографическими Это минимум 30 миллионов Еще на межвоенный период Минимум 10 миллионов приходится Вот это потери для того, чтобы осчастливить Или тех идиотов, которые сегодня рассказывают нам о счастье в СССР Вот для этого счастья надо было уничтожить десятки миллионов людей Они хотят вот так быть счастливы Вы думаете, что вам какую-то нравственную норму начинают пропагандировать Что в СССР высокая нравственность была Вот она была Нравственность вот в этом выразилась Распад семей Молодетность, бездетность Налог на бездетность был, детей не было А потом катастрофа А это все демократы, это все придумали, все это из-за них Подождите, те же самые люди Вот вчера они жили при коммунизме А тут объявили капитализм И они сразу избавились от детей Сразу прекратили это бесполезное занятие И демографическая катастрофа, которая продолжается и сейчас Только о ней перестали говорить Что-то там вспомнили Где-то в начале периода правления Путина Вспомнили, что что-то тут не то у нас А потом решили, да ну их, завезем гастарбайтеров и все будет нормально Нам зачем укорененные, культурные, образованные люди Заменим их, эти скоты мы других скотов завезем Они же так к нам относятся, как к скотам Сами они, конечно, черти, никакие не люди Понятно, как мы к ним должны относиться Но вот эта коммунистическая мораль, вот она Здесь снова поживи для себя Потому что в коммунистическом догмате было написано Удовлетворение все более растущих потребностей Ну потребности имелись в виду чисто материальные потребности Все приняли это на себя Я свои потребности, а они у меня непрерывно растущие Должен удовлетворять И ради этого я готов пойти на все Вот ваша коммунистическая мораль Которая сейчас пропагандируется Она ничем не отличается от того, что было раньше Просто прежние коммунистические вожди Заменились олигархами Раньше все стиралось и смывалось Все достояния нашего народа Все в коммунистическую кубышку И оттуда раздавали На всякие идиотские проекты Типа там поворота северных рек Или еще какие-нибудь там каналы Какие-то громадные постройки Которые потом сгнили в виде недостроя Там колоссальные недострои были Проекты огромные Как можно больше туда вбухать бетона Получили ордена за перевыполнение А потом достраивать-то уже некому И отделочников нет И отделочных материалов нет Нечем достраивать Но главное громадье планов Вот это было самое важное Сейчас разве по-другому Керченский мост не по-другому строили Не для этого Или Олимпиаду 80 и Олимпиаду Путинскую Проводили с какой-то другой целью Кроме как объявить о своем Великолепном престиже Да ничего другого нет Все одно и то же Одна и та же психология И те же самые коммунисты у власти Ну что разве Путин не коммунист? Разве Шойгу не коммунист? Значит что капиталисты? Нет они плоть от плоти Вот даже я бы сказал Самый передовой отряд коммунистов Это вот те кто сейчас находится у власти Они обеспечили демографическую катастрофу А что с экономикой? Экономика в Российской империи Четвертое место по ВВП И пятое место по ВВП на душу населения А потом маленькие страны оказались гораздо более эффективны Они свои ВВП подняли И в период СССР Второе место по ВВП И какое-то далекое-далекое место по ВВП на душу населения Куда-то улетели туда Все европейские страны Включая восточные и восточные европейские страны После войны Все обошли СССР по ВВП на душу населения Все европейские страны Вы представьте себе Вторая экономика. А накормить людей нет. Не могут. Надо еще выше ВВП было делать. Но если бы еще было распределение нормальное, тогда бы хотя бы уровень потребления как-то приближался бы к европейскому. Это можно было обеспечить. Ну зачем же? Мы же хотим быть великой державой, сверхдержавой. И вот на это сверхдержавство затрачивали колоссальные деньги. Поэтому африканская нищета была в Советском Союзе. Не надо нам рассказывать, что там все было бесплатно. Бесплатно было для одних, а для других не было вообще ничего. Да, там кто-то получил квартиру, а кто-то квартиру ждал 20 лет. Потому что норма 5 квадратных метров на человека. Все, у вас 4 человека, вот вам и спасибо 20 квадратных метров. Живите в одной комнате вчетверо. Вот что такое коммунистическая экономика. И сейчас то же самое. Сейчас декларируется 5 место по ВВП в мире. Ну вроде как так же примерно как в Российской империи. Только в Российской империи было 5 место по ВВП на душу населения. А сейчас 53-е или там где-то вот в 6-м десятке уже по ВВП на душу населения. Все обошли, уже начинают. Азиатские страны обошли. Ну понятно, там где нефть обошли, ну там Южная Корея обошла. Япония вообще оторвалась и обогнала и по ВВП. И Китай, и Индия обогнали уже по ВВП. Они обогнали, правда, и европейские страны по валовому ВВП. А на душу населения, конечно, там и даже рядом с европейским уровнем нет. Но у нас обогнали уже, ну можно сказать так, что мы уже упали в так называемый третий мир по ВВП на душу населения. Какие высокотехнологичные производства, это нам рассказывают басни, какие-то там проценты выводятся. У нас там по регионам порядка 20% высокотехнологичных производств. Да где? Дай бог 5%, может 1%. А раньше то, что вкачивали в великодержавие, сейчас и туда вкачивают, а еще вкачивают в карманы олигархов. Все олигархи, конечно, свои состояния получили по назначению, а не потому, что они такие великолепные экономисты и такие замечательные предприниматели. Они ничего не заработали. Они и не умеют этого делать. Они не знают, как управлять крупными комплексами. Поэтому все эти комплексы, все банкроты. Если посмотреть их балансы, они все банкроты. И Россия поэтому банкрот. Откуда это все началось? Вон оттуда, из коммунистического, уже теперь далеко. Есть еще одна замечательная уловка, когда сравнивают темпы роста и уровень производства. Любая экономика или любое государство претерпевает какой-то период взлета. Есть период индустриализации, который всегда связан с быстрым ростом, внедрением новых технических, новых научных достижений и быстрый рост. Быстрый рост – это молодость. А медленный рост – это зрелость. Зрелость предполагает уже достигнутый уровень, а молодость предполагает быстрый рост. То есть догоняем. И вот нам коммунисты выдумывают вот это все, что есть некое преимущество. Именно их способов управления. Они абсолютно неэффективными. Были и остаются. Сейчас никаких других, кроме коммунистических методов. Они и не знают, и никогда и не учили, не изобретали и не пытались придумать. Поэтому уровень высокий был у ведущих стран УССР. Был быстрый рост. Но, впрочем, быстрый рост был не менее быстрый. Я думаю, значительно быстрее. И он был потом сорван революцией гражданской войны. Примерно на 15-20 лет индустриализация была отложена. А потом она не выросла из хозяйственных условий неестественным путем, а путем применения арабского труда, продажи национального достояния и покупки индустрии за рубежом. Вот так сталинская индустриализация и проводилась. Высокие темпы роста, да. Но потом наступает зрелость. И сравниваем, у кого экономика-то оказалась более мощной. Да вовсе не у СССР. Большие заводы, да, производительность труда никакая, условия жизни никакие, ни в какое сравнение не идёт с теми лидерами, которые были в 19 веке. И мы их якобы догоняли. Нет, мы были молоды, они уже были в зрелом состоянии. А теперь падение. А теперь падение. Рассказы, что у нас там некие проценты роста и так далее. Они ничтожны. И это состояние уже не зрелости, это уже состояние дряхлости. То есть коммунистическая идея в путинском правлении приобрела уже свою дряхлость. Она уже ни на что не способна. Не способна ни на какие рывки. Не может справиться даже с тем остатком экономики, который, в общем, совсем уже невелик. И это всё деградирует. Деградирует стремительно, потому что кроме фасадов они не умеют строить больше ничего. Они только изображают какой-то экономический рост. Они по-коммунистически клеют разрушающиеся стены, заклеивают плакатами. И вроде выглядит прилично. На самом деле всё превращается в пыль. Всё рушится. Как хитрят, пытаются унизить Российскую империю. Ну, якобы она вот была такая вся нищая и так далее. И там всякие мозгоблуды начинают придумывать свои методы представления экономической информации. С потолка там цифры берут. Но есть проделана работа, в том числе и зарубежными авторами. Целая программа была, чтобы постфактум пересчитать те цифры, которые есть. Учесть те ошибки, которые были сделаны, когда оценивали мощность Российской империи. И все понимают, что недооценка была колоссальная. В России бедняком считался человек, у которого одна лошадь, одна корова. А в Германии, скажем, или во Франции такой крестьянин считался зажиточным. Страна была, я бы сказал, великолепно зажиточная. Но был, как всегда, слой лодырей, которым большевики раздали револьверы, чтобы пострелять зажиточных и успешных крестьян и присвоить их имущество себе. Вот и все. Под видом обобществления. Они, да, зачем они, зачем хозяйство, в котором надо трудиться. Они будут управленцами, они будут сидеть и другим указывать, что делать. Ставить им галочки за трудодни. Это была их методика. Худших сделать управленцами. Ну, поэтому страна покатилась в тартаровые. В чем ошибка была прежних расчетов, хотя они давали тоже вот эти цифры, четвертое, пятое место в мире Российской империи, в том, что никогда не учитывалось для развитых стран, что у них есть еще периферия. Например, для Франции никогда не учитывался Алжир, хотя считался частью национальной территории. А для Великобритании никогда не учитывалась Индия, хотя оттуда выкачивались колоссальные богатства. А для России вся вот эта слаборазвитая периферия учитывалась и по уровню образования, по уровню грамотности, и по уровню экономического развития. Все это как бы все учитывалось и пересчитывалось на среднее. Между тем существовало два уклада. Вот экономический уклад, можно было посмотреть. Вот промышленное развитие России. Что из себя представляет вот этот сектор промышленности? Какой уровень? Ну, вы удивитесь, зарплата в промышленности, в российской промышленности для квалифицированного рабочего в сравнении с квалифицированным рабочим в Соединенных Штатах в начале 20-го века, это 85%. То есть русский рабочий жил очень хорошо в сравнении даже с европейскими рабочими. А крестьянство продолжал патриархальный тип хозяйствования, который не предполагал большого товарного производства, а скорее натуральное хозяйство. И в этом можно сравнивать, а как российские крестьяне и аграрные страны, они на каком уровне находятся. Российский крестьянин хозяйства, конечно, гораздо эффективнее любого крестьянина аграрного государства. Если нам сравнивать потенциалы, например, способность участвовать в войне, то там человеческий потенциал и технический потенциал. Тут, да, тут приходится сравнивать то, что есть. А все остальное сравнивается несколько иначе, для того, чтобы адекватное сравнение было. Иначе это будет вот такая асинхронизация. Давайте мы сравним СССР 89-го года и Российскую империю 13-го года. Ну подождите, время прошло, прошел технический прогресс. Вы это как бы не учитываете. То есть если не заплатить за образование СССР вот эту колоссальную плату порядка 20 миллионов человек, их надо было убить для того, чтобы Гагарин полетел, для того, чтобы крупноблочное строительство началось, чтобы людей из подвалов переселить, из бараков в квартиры. Этого бы не было, да? То есть не заплативая 20 миллионов жизней, изгнание лучших людей из страны, разрушение производства, колоссальный голод, эпидемии. И если бы не было красного террора и просто смертоубийства тотального, то тогда бы не полетел Гагарин. Вот что утверждают эти, извините, коммунистические придурки. Надо понимать, что сравнивать надо сравнимое. Если вы сравниваете Российскую империю, сравниваете ее по темпам роста и уровню развития с ведущими странами того периода. А СССР сравниваете с ведущими странами периода, когда существовал СССР. Синхронично сравниваете, синхронно. А если асинхронно, то только вот как развитие организма. Вот есть некий организм, который называется, например, Германия. Вот она объединилась, и пошло ее развитие, пошла индустриализация и так далее. Потом как-то эти темпы упали и так далее. Вот некий исторический цикл прошел. И этот исторический цикл можно сравнить с историческим циклом какой-нибудь другой страны, какого-нибудь государства, которое недалеко по времени тоже проводило индустриализацию и строило социальное государство. Ну, хорошо, СССР. Вот, пожалуйста, сравнивайте. Тогда будет разумное сравнение, историчное сравнение в разных периодах. Можно понять, насколько эффективен тот или иной проект, то или иное управление. Но коммунисты этого не делают. Их привычная пропаганда – это начетничество, это обман, это фальсификация всех данных, это запудривание мозгов тех, кто читает эти цифры. И они должны удовлетворять только шизофреническую публику, причем до такой степени шизофреничную, что она готова растерзать любого за сомнения в этих цифрах. А я вам говорю, что вы больны тем, что вы не способны мыслить, не способны сравнивать, не способны просто читать информацию, которая теперь доступна, вы можете ее найти. Но вы не хотите, вам нужны пропагандистские мифы. Пропагандистские мифы об Эрефии – это путинская пропаганда, пропагандистские мифы об СССР – это коммунистическая пропаганда, и клевета на Российскую империю, которая была наголову выше, в соответствии со своим периодом развития, наголову выше и СССР, и современной Эрефии уж тем более. Нам нужно в империю, нам нужно возвращаться к тому социально-политическому проекту, который сделала Россию, реально сделала ее сверхдержавой. Во всех отношениях к ней, только в военном, который показывал единственное преимущество СССР. Если мы вернемся в Российскую империю, в этот проект Российской империи, в те социальные технологии, в те политические технологии, тогда Россия спасется, тогда она преодолеет и демографический, и экономический кризис. А если будем раздумывать о своем будущем по меркам СССР или путинской РФ, это катастрофа, Россия закончится, и она заканчивается прямо на наших глазах. Этого мы не должны допустить, поэтому своей Родиной и образцом мы должны избрать Российскую империю. Слава Руси! Господи, спаси!